Стивена Кинга Все сериалы за вас, поэтому вам не обязательно Имя Стивена Кинга постоянно на слуху И в этом нет ничего удивительного Американский писатель крайне плодовит На данный момент его библиография Насчитывает 64 романа 35 повестей и 140 рассказов Герои его книг всегда простые И понятные ребята И нам легко представить, какую беспомощность Они чувствуют перед наступающим ужасом И ужасы эти на любой цвет и вкус Тут вам и современные вариации На оборотней и вампиров А также штуки поинтереснее Такие как одержимая машина, банда детей-оккультистов И даже жуткая собака-убийца И конечно же не будем забывать Про дужку Пеннивайза Одно можно сказать точно Экранизации будут продолжаться Ведь материала хватит на добрую сотню лет вперед Естественно, продюсеры не смогли пройти мимо такого благодатного источника Оригинальных сериалов было очень много Всех не перечислить Иногда получался крепкий среднячок типа под куполом Иногда неожиданно хороший 11-22-63 А вот Castle Rock вышел слишком закрученным И местами откровенно скучным Отдельно хочется отметить детектив Мистер Мерседес Он не совсем про мистику Но при этом чертовски хорош Сколько ты пьешь? Недостаточно Думаю, не нужно объяснять Что каждый новый сериал по Кингу Настоящее событие Зрители запасаются попкорном А критики затачивают карандаши Еще бы К такому контенту всегда повышенное требование Права на ошибку просто нет И кажется, что HBO их практически не допустили Роман-первоисточник относится к серии Темная башня Хотя и позиционируется как самостоятельное произведение С первоисточником обошлись бережно По крайней мере в самом начале И тут на сцену выходит классический Стивен Кинг Можете загибать пальцы Маленький американский городок Соседи, которые знают друг о друге все и даже больше Внезапная трагедия, которая переворачивает все с ног на голову И ощущение постоянной тревоги и полной безнадеги В лесу находят труп 11-летнего мальчика Он зверски убит А на теле обнаружены следы укусов человеческих зубов Подозреваемый находится сразу Это Терри Всеми любимый школьный тренер по бейсболу Примерный семенин и школьный учитель Сомнений нет, ведь он особо не скрывался Свидетели видели, как он сажает мальчика в свой фургон Да и на месте преступления он засветился в совсем неподобающем виде Следователю Ральфу Андерсону все ясно Ошибки быть не может С первых кадров сериал держит напряжение Дело сразу становится личным не только для Андерсона, но и для всего городка Кинг не зря сделал главного подозреваемого детским тренером Ведь он имел доступ к детям, подвозил их до дома В том числе сына следователя Массовая истерия одна из тех вещей, которые отлично получаются у Кинга Вспомнить хотя бы фильм Гла И тут она тоже предстает во всей красе А вот он Ты это сделал Ты это сделал с моим сыном Ты убил моего сына Ты его убил Ты убил моего сына Терри Посмотри на меня Сюда смотри, ублюдок Общество сразу обрушивается на Терри Смерть ребенка раскрывает все темные стороны жителей Все хотят как можно скорее наказать виновного любым доступным способом Все это чудовищным образом влияет на семью тренера Жена не может поверить, что ее муж способен на такое Да и странные события тут как тут Снято все очень тревожно, мрачно и очень сильно Да еще и демонический саундтрек заставит вас сидеть перед экраном не двигаясь Кажется, ничто не спасет тренера от возмездия И перед нами разыгрывается страшная драма про убийцу-педофила Есть только одна загвоздка Тренер никак не мог этого совершить Ведь его не было в городе Вопросов становится все больше Сюжет закручивается В этом сериал хорош При всей плавности повествования Чужак выдает отличный аттракцион И не перестает удивлять зрителя сюжетными поворотами Регулярно Чужак превращается в детектив Иногда в юридическую драму Но главный жанр все же психологический триллер Если вы планируете расслабиться за просмотром сериала То у вас этого не получится Своим успехом сериал определенно обязан мощному кастингу Роль Ральфа Андерсона исполнил Бен Мендельсон Ему очень идет образ упертого детектива Готового на все, лишь бы поймать убийцу Тренера сыграл прекрасный Джейсон Бейтман Который решил повторить МакКонахи И с головой ушел в драму Один Озарк чего стоит Кстати, первые две серии Бейтман поставил как режиссер Стивен Кинг пребывает в полном восторге от работы Бейтмана И на то есть причины В оригинальном романе Терри смотрит по телевизору именно Озарка Химию между Мендельсоном и Бейтманом можно резать ножом А ведь у них не так много совместного экранного времени Хотя развязка их конфликта удивит даже искушенного зрителя Ты похитил Фрэнки Питерсона? Нет 30 марта 2019 года Как только мы привыкнем к ним Подключимся к их персонажам Сюжет сделает довольно смелый поворот Главные герои сериала вовсе не они Точнее, не только они Перед нами самая настоящая мультивселенная Стивена Кинга Когда других вариантов, кроме сверхъестественного, не остается На сцене появляется частный детектив Холли Которая перекочевала из Мистера Мерседеса Да, это та самая помощница главного героя Странная, но в плане дедукции даст фору Шерлоку Холмсу И да, если вы смотрели Мистер Мерседес То Холли тут немного изменилась Только ей под силу раскрыть это непростое дело Кстати, играет Холли номинантка на Оскар Синтия Эрива И делает это на 5 с плюсом На первый взгляд Холли собрала в себе все стереотипы о гениальных сыщиках У нее абсолютная память Настолько, что в детстве над ней ставили эксперименты и писали научные журналы Когда мы узнаем ее ближе, то на свет вылезет целый букет психологических расстройств Разнообразные фобии, социофобии и разнообразная форма ОКР Все это как нельзя лучше ложиться в сериал Где кажется, нет положительных и точно совсем счастливых персонажей Многие сравнивают сериал с настоящим детективом Сравнение уместно Тягучее повествование, мрачная атмосфера Реалистичные и глубоко прописанные персонажи И ощущение, что хэппи-энда не будет В этом они похожи Однако в остальном Чужак полная противоположность Там, где настоящий детектив заигрывал в мистику, будто бы проходясь по ее линии Чужак окунается в нее полностью Это все же Стивен Кинг Если вы ожидаете классический детектив, то и его вы точно не получите Зло тут имеет нечеловеческий облик Обычные разгадки и убийства тут можете не ждать Причины паранормальные, и это не делает сериал хуже Напротив, там, где коллеги по цеху побоялись заглянуть за грань Чужак выдает свежие и нетривиальные решения Но самое главное, что сериал мастерски балансирует между типичным ужастиком от Кинга И крутым психологическим триллером вроде настоящего детектива Можно сказать даже больше Сам Стивен Кинг назвал Чужака своей лучшей экранизацией А он, как известно, не любит большинство экранизаций по своим книгам Взять тоже сияние от Стэнли Кубрика Легендарный фильм, сильно повлиявший на киноискусство в целом Забавно, что плюсы сериала одновременно являются его минусами Текущее повествование может показаться попыткой растянуть хронометраж А концентрацию горя и трагических моментов искушенный зритель может счесть за попытку манипуляции И будет близок к истине Это тот сериал, где персонажи могут сесть в машину, чтобы добраться из точки А в точку Б Расположенные неподалеку И это действие займет целый эпизод Все это держит в напряжении Просто хочется, чтобы сюжет развивался чуточку быстрее Чужак получил хорошие отзывы зрителей и критиков И порадовал Стивена Кинга Продюсер HBO тоже в восторге Когда-нибудь мы увидим второй сезон Или новую антологию во главе с частным детективом Холли На этом все, я пошла искать для вас новый сериал Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин